Вчера инсайдеры Беллингкэт выпустили новое сенсационное расследование о том, как группа отравителей из ФСБ, тех самых, которые получили поименную известность в связи с травлением Навального, пыталась отравить писателя Дмитрия Быкова. Но ей это не удалось. Ощущения от этого текста удивительные. С одной стороны, к череде разоблачений все уже как будто привыкли. Да и о том, что Быков два года назад был госпитализирован в очень похожем на Навального состоянии, тоже было известно. Но детали, описание номера, механики покушения, слова жены Екатерины, убедительная структура текста и отсутствие в нем прилагательных производят очень сильное впечатление. Только вдумайтесь, государство предприняло попытку убить автора стихов в гражданине поэте, активного, но не зашкаливающего писателя Быкова. Для этого за ним ездили по российским городам, застигли во время чтения всероссийского тотального диктанта, нанесли яд, судя по всему, на футболку, которая прожгла писателю малиновое пятно на коже. Но футболку он быстро снял и, судя по всему, едва ли не из-за этого выжил. Если это действительно футболка, то, возможно, он сам спас себе жизнь, когда ему стало жарко в машине скорой помощи при приземлении уже. И он снял футболку и, таким образом, меньше контактировал с отравляющим веществом. И, возможно, если бы он не снял ее, то все было бы гораздо хуже. Дело было в той самой гостинице, куда в августе прошлого года должна была поселиться глава расследовательской команды Навального Мария Певчих. Но интуиция ее не подвела. Обнаружив, что на ресепшене ей сдают слишком много вопросов, балкон в ее номере общий с соседним, а поменять номер в пустой гостинице администрация отказывается, она тихо вышла из гостиницы через черный ход. Гостиница абсолютно пустая. Никого в огромном холле, никого в кафе, никого у стойки ресепшена. Но администратор мне говорит, что мест нет. Я ему показываю сайт Booking.com с телефона. Там написано, что свободных номеров десятки. Администратор говорит, что это ошибка. Я говорю, что я сейчас через сайт забронирую. Администратор говорит, что все равно не заселим. Назвать это тревожным звоночком, согласитесь, мало. Я поднимаюсь наверх, беру вещи и просто ухожу из гостиницы. Без чекаута и никому ничего не говоря. Даже карточка на память осталась. Жена Быкова тоже заметила странности. Но не в Новосибирске, а уже в Екатеринбурге, куда после тотального диктанта приехали писатель с женой. У Быкова была в этом городе лекция. Утром Быков встретился за завтраком с Евгением Ройзманом. А присоединившаяся к ним чуть позже жена обратила внимание на мужчину, который, как ей показалось, подслушивает разговор. Его лицо показалось ей чем-то знакомым. Накануне они столкнулись с тем же человеком в дверях после лекции Быкова. Мужчина пошел за ними к лифту. Быков с женой даже притормозили. Подозрительный тип мешкал. И все это не очень понравилось Екатерине. Дальше просто. Тошнота, рвота, потеря сознания, госпитализация, кома. Гиперглихемия, узкие зрачки и повышенное потоотделение. Быков, лежа в проходе самолета, удивительным образом даже шутил со стюардессами, очевидно, долго не теряя сознание. Отравление Навального быстро приписали ему самому поверить в то, что по распоряжению власти могут убить лидера российской оппозиции. Рядовому россиянину действительно было сложно. Одно дело считать, что власть забронзовела и коррумпирована. Что она держится за место всеми своими ветвями и обезоруживает критиков. Другое – осознать, что твоя власть убивает людей. Основной из этих рабочих диагнозов, к которым мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, в самолете, что вызвало потерю сознания. Если даже про Навального пожимали плечами, зачем это власти? Соизмеряйте фигуры, никакой политической опасности тут нет. Стоит ли говорить, что в отравление политика Владимира Карамурзы не поверили, кажется, даже многие его соратники и по оппозиции? А уж когда Карамурзе стало плохо повторно, его едва не подняли на смех. Что это за мания величия? Да кто ты такой, чтобы власть откупорила в твою честь яд? Перед вторым отравлением они за мной ездили тоже в Татарстан, в Петербург, в Нижний Новгород, но вот не прямо, не посредственно перед. Поэтому второй раз просто, видимо, в Москве зашли домой и помазали что-то. У меня жена и дети в США живут, поэтому я в Москве, я один в квартире. Поэтому не составляет особого труда, когда у меня дома нет, зайти и что-нибудь там намазать. Даже в статье «Инсайдера» расследовательский сайт из России выступает постоянным партнером международной команды «Беллинкэт». Для скептиков были как будто сомнительные места. Например, авторы текста обвинили во вранье с диагнозом Карамурзы популярного доктора Света, и его благодарные пациенты бросились защищать своего врача. Сам Карамурза самостоятельно выводил из-под удара знаменитого доктора времен ковида Дениса Проценко. Тот не только не замалчивал возможную версию его отравления, но и спас пациенту жизнь. И уже Проценко, ну теперь лицо как будто с предвыборного государственного плаката, по цепочке вступался за своего коллегу Света. Помните? Пациентом Шерите был еще продюсер Пуссера, это издатель Петр Верзилов. Но ведь он занимался любовью в биологическом музее. Какая ему после этого вера? А Дмитрий Быков, он вообще писатель. Он и не такое про себя выдумает. Вначале я увидел, что я теряю зрение, потому что это вероятно переутомление, но он стал действительно так очень специфическим образом теряться. Потому что в какой-то момент я понял, что мне очень сложно находиться в контактных клиниках. Я их снял, пришел на очки, и потом вот я понял, что глаза очень сильно расширились, да, и помимо этого начинают подключаться какие-то другие подозрительные функции тела. Когда Беллинкэт, Инсайдер и Шпигель выпустили совместное расследование, из которого следовало, что для травителей Навального это событие вовсе не было премьерой, Политехнологи со стажем недоумевали. Малоизвестный политик с сомнительной прогосударственной биографией Никита Исаев, в разное время член кадрового резерва «Единой России», топ-менеджер «Росмолодежи», функционер «Новой России» какой-то странной партии, был дружен с государственными националистами, партия «Родина», по слухам, промышлял шантажом. Испортил, кстати, отношения с губернаторами. Многие узнали о его жизни в день смерти. Самой популярной версией, напомню, была его похожесть на Навального. Та же комплекция и частые командировки. Может, он, конечно, и поскандалил о чем-то с органами, но, похоже, на нем просто тренировались. Одна из таких теорий, которые мы хотели бы проверить, это то, что он на протяжении какого-то времени, возможно, работал на спецслужбы. И если это так, то, возможно, в какой-то момент в ФСБ могли счесть, что он является предателем, например, работает на другую страну, ну и тогда он мог пойти по той же статье, что и скрипали. Человек, который там выступал на шоу Соловьева, там критиковал Навального и так далее, внезапно оказывается сам жертвой ФСБ. Ну, то есть, получается, система пожирает своих собственных детей. После отравления Алексея Навального журналист-расследователь Роман Шлинов рассказал криминальный, но вполне анекдотический случай. Бывший московский судмедэксперт поделился с ним историей о киллере, который однажды купил причудливое оружие, ручку, которая стреляла небольшими пулями, и протестировал его на своей пожилой родственнице, но буквально выстрелил ей в ухо, пока она спала. В больнице решили, что смерть произошла по естественным причинам. Секрет ручки был в том, что из-за небольшой кинетической энергии пуля просто застревала в голове и как бы не оставляла следов убийства. Разве что небольшой сгусток запекшейся крови в ухе, на который никто не обращал внимания? Убийце так понравилась безнаказанность, что он убил еще одну свою родственницу, потом еще и еще. Подозрение вызвал простой факт, почему в одной семье так часто умирают люди. Тогда обнаружили крошечные пули, ну и разоблачили убийцу. Не исключено, что попутно он расправлялся с ненавистной роднёй, но по версии следствия просто не мог остановиться. Ему нравился сам незаметный метод убийства. Кто-то, может быть, и до сих пор смеется над цепочкой, если говорить цинично, политически как будто неважных убийств. Но с каждым новым медиарасследованием все больше людей начинают думать о том, что во власти есть люди, сильно увлеченные стреляющей ручкой. Система у них хорошо отработана, система очень профессиональная, оперативная методика тоже прекрасная, видимо. Есть другие отравления, необязательные убийства, которые остались не до конца расследования. Есть Владимир Карамурза, есть Вазилов, есть странные смерти двух представителей антидопингового агентства в 2016 году, которые один за другим тоже умерли очень быстро. Больше не принято шутить, что Карамурза выдает за отравление передозировку. Напротив, в новом свете пересматривают его карьеру. Активно лоббировал на Западе санкции Конгресса за смерть Сергея Магнитского. США запретили въезд российским чиновникам и заморозили их счета. Принимал участие в создании «Открытой России» Ходорковского. Через год его впервые отравили. Ситуация с Петром Верзиловым политически еще более прозрачная. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов получил 25 суток ареста. По дороге пять дней ему скастили. А когда вышел из центра временного содержания иностранных граждан, на вопросы журналистов, ожидал ли он, что за ним могут прийти, остроумно заметил. Если твой издатель, имеется в виду Петр Верзилов, бегает по полю в финале чемпионата мира по футболу, на трибуне которого сидит президент Путин, странно не почувствовать, что твои проблемы начинаются прямо сейчас. Уже позже Верзилову приписывали едва ли не срыв Парада Победы. По неожиданной версии русской службы Би-Би-Си, Петр Верзилов со слов его друга будто бы готовил акцию протеста, планировал встать перед танком, вынуждая остановиться колонну бронетехники. Таким образом, акционист будто бы хотел повторить легендарное фото 89-го года, снятое на Пекинской площади Тиняньмэнь. Сам Верзилов был гостем нашей программы, эту версию отрицал и объяснял, что досталось ему по совокупности политических причин. В органах акционистов вообще считают людьми непредсказуемыми и поэтому особо опасными. Но случай с футбольным матчем все-таки дело особое. Выбегать на поле на глазах у Верховного командования России не полагается. Таких лучше с поля совсем убрать. Это действительно связано с таким мегапровалом спецслужб по недопущению нашей акции на чемпионате мира и тем, что это действительно получило такое внимание лично Путина и всех остальных людей вокруг него. Он как-то был недоволен. Да, но, видимо, были наказаны люди, какие-то генералы ФСБ, отвечающие за безопасность данного мероприятия, чтобы такие вещи, по крайней мере, в финале чемпионата мира не происходили. И после этого было решено вот так отомстить, чтобы как бы знал свое место. Когда в лесу заблудился уже знаменитый доктор Мураховский, никто не поверил, что он останется жив. Вспомнили двух его внезапно скончавшихся томских коллег, а следом цепочку внезапных смертей после допингового скандала. Чем ситуация в Томске менее секретна и значима, чем Олимпиада? Вы знаете, я считаю, что все-таки произошел несчастный случай. Да, я не смог найти выход из леса. Вот для чего вот искал выход на членовую пункту. Ну, можно сказать, почти трое суток. И все же Навальный был для власти серьезной обузой. На кону стояли и мелочи, ну, вроде думских выборов, и крупные события, вроде гипотетического транзита. Но почему же пытались отравить Дмитрия Быкова? Пик его оппозиционной активности пришелся на болотную. В это время он действительно был чрезвычайно популярным. Нам нужна мирная, счастливая, свободная Россия. Нам нужна политика, которую нас заменили эквилибристикой, меняющихся местами политических карликов. Нам нужна свобода и мирное развитие. Писатели еще тогда приглашали на встречу деятелей культуры с президентом, ну, прямо с актером Михаилом Ефремовым, с которым они и делали, гражданина поэта. Но писатель и актер от встречи тогда гордо отказались. Дело, конечно, не в особой популярности Быкова. За 7 лет с Болотной до отравления его оппозиционная слава уже сильно снизилась. Дело в очень дерзком плакате о раскачанной лодке и крысе, с которым в 2012 году Быков пришел на один из болотных митингов. По одной из версий, у президента и его команды просто хорошая память на слова. В этом смысле отравиться в России действительно может каждый. Не важен даже калибр общественной фигуры. Не нужно взвешивать ее политический вес. Дело в самом нанесенном оскорблении. Оно может быть словом, жестом или делом. Но если оскорбление было, срока в давности по нему уже нет. Это был только фрагмент программы «Нюансы» с Юлией Таратутой. Это я полностью. Она доступна подписчикам «Дождя» на нашем сайте tvrain.ru. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на «Дождь». Это даст вам доступ ко всем материалам «Дождя», а не только к тому, что мы выкладываем на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!